Всем привет! Сегодня я очень рад созвониться с Сашей Митрофановым, специалистом по твердым полезным скопаемым, но он представит себя сам. Саш, привет! Да, привет, Олесь. Да, всем привет! Меня зовут Саша. Я сейчас работаю в области оценки полезных скопаемых в компании SRK в Торонто. И, соответственно, также преподаю в университете Торонто тот же самый курс, в принципе. Да, Саша, расскажи вкратце, потому что я знаю, что у тебя интересная биография. Ты сам с севера, насколько я помню, учился в Москве и так далее. Расскажи вкратце, пожалуйста, о себе. Ну, вообще изначально, да, я из Апатитов, то есть я из Мурманской области. Соответственно, оба моих родители — это геологи. Они работают. Значит, отец уже, к сожалению, скончался пять лет назад. А мама все еще работает в геологическом институте в Апатитах. Я хронологом, соответственно. То есть я закончил школу в Апатитах, поступил в МГУ, закончил геофак в 2008-м, бакалавра, 10-м, магистр, 13-м, кандидата. Да, и, соответственно, параллельно, в принципе, уже где-то, наверное, начиная с бакалавриата примерно, да, я работал уже параллельно сначала парт-тайм, потом, соответственно, на полную ставку. Значит, в 2015-м году, соответственно, я переехал в Швецию и тоже работал в области оценки полезных ископаемых. И в 2016-м году мы переехали в Торонто, где, в принципе, и живем сейчас. По большому счету, всю свою профессиональную карьеру, начиная, наверное, с университета, я всегда занимался вещами, которые связаны с оценками месторождений. То есть, по большому счету, каждый раз, когда происходит разведка полезных ископаемых, соответственно, бурится скважина, собирается информация, потом все, вот, человек, который собирает это все вместе, соответственно, делает геологическую модель и оценивает, значит, ресурсы полезного ископаемого. В России это называется запасы, за рубежом это называется ресурсы. Это, собственно, я и есть. То есть, человек, который собирает всю полноту геологических данных и на выходе дает количество металла, который соответствует каким-то определенным экономическим критериям. В 2017 году я сделал пару таких общеобразовательных лекций в EFT, то есть университет Торонто, по поводу того, как студент может подготовиться к карьере в геологической и горной индустрии. И после этого, соответственно, я разработал небольшой бесплатный курс по моделированию, и после этого мне предложили сделать курс по оценке ресурсов, который, в принципе, я сейчас буду проводить уже третий год подряд. Красота. Да, сейчас попробуем детально по этим пунктам пройтись. Ну, первое, почему геологический факультет МГУ? Почему геология? Да, каждого человека, которого спросят, на самом деле, он расскажет тебе какую-то странную историю, как он попал на геологию, потому что это достаточно нетиповая специализация, это не медицина, не физика, не что-то такое мега понятное. В моем случае все гораздо проще, потому что у меня оба родители геологи, мама и отец, поэтому, в принципе, тут часть этого была предрешена. Хотя, на самом деле, в конеч, в, наверное, девятом, десятом классе, одиннадцатом, я, на самом деле, очень интересовался экономикой, но поскольку мне всегда было интересно, вот, ну, скажем так, инженерия и экономика примерно в равной степени, я, когда узнал о том, что в МГУ на полезных ископаемых на геологическом факультете открывается направление в магистратуре экономической геологии, то есть, я, мы, соответственно, туда и подались, поэтому, ну, то есть, мне, в принципе, никогда не была интересна экономика в широком смысле этого слова, то есть, там, макроэкономика, финансы и прочее. Мне всегда нравилось практическое применение, но при этом хотелось бы как-то немножко дистанцироваться от каких-то абстрактных умопостроений, скажем так, и все-таки, которые связаны с фундаментальной наукой, особенно в геологии. То есть, я все-таки всегда имел более практический склад умами, нравились полезные ископаемые, нравилось заниматься оценкой, и вот это вот как-то все сошлось, скажем так, в одном направлении. Здорово. Может быть, поэтому ты очень рано начал работать. Ну, расскажи про первое трудоустройство, пожалуйста. На самом деле, ну, то есть, у меня сейчас, допустим, есть студенты, например, которые будут получать бакалавр, они ни разу не были в полях. Это очень странно, особенно для геолога, потому что, в принципе, условия для того, чтобы быть геологом, ты должен все-таки видеть месторождение, видеть умножение и все остальное. В МДУ с этим был полный порядок. У нас, когда, помнишь, были эти две практики на первых двух курсах, это были съемные практики, но по биологическому картированию, соответственно, общей геологии. Но после третьего курса студентам Полески нужно было ехать на месторождение. То есть, либо на месторождение, либо на разведку, либо на имеющееся месторождение. И так получилось, что, в принципе, я поехал на разведку месторождения, который был очень рядом с моим городом, то есть, в Апатитах, соответственно. И я работал на бурении вместе, то есть, была летняя практика вместе с компанией Барри Голд. Соответственно, потом, когда я вернулся обратно, я очень хотел заниматься моделированием. Мне было очень интересно это сделать для бакалавровской работы. Я пришел, в принципе, в Барик и попросил у них эти данные для моделирования по экономике. Ну, то есть, данные по... А поскольку они, в общем, как бы секретные, собственность компании, я предложил как бы взамен работать бесплатно. То есть, в итоге я работал, по-моему, пару месяцев, где-то три дня в неделю, а приходил просто после университета. То есть, там часа где-то в два-три, до вечера работал. Ну, и потом, когда, в принципе, я не понял, что из меня можно извлечь какой-то практический смысл, то есть... Это вообще, на самом деле, было классное, такая кривая обучение, потому что, когда только в практике, на самом деле, ты можешь чему-то реально научиться. И когда я выучился, в общем, каким-то базовым основам моделирования, подсчета и прочее, меня просто наняли. И это было очень интересно, потому что, на самом деле, у меня даже не было формального образования. Я был, по-моему, на начале четвертого курса и, соответственно, уже имел там парт-тайм-джоб в Ари Голде. То есть, это было такое золотое время, на самом деле. Да, потом, конечно, правда, проект закрыли. И, значит, ну, честно говоря, потом это первое трудоустройство и навыки, самое главное, которые были тогда получены, они заслужили мне очень хорошую службу, на самом деле, впоследствии. Саша, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас преподаваешь студентом в университете Торонто, причем такой advanced курс, да? Ну, он так называется, на самом деле, да. Ну, ты можешь сравнить образование в университете Торонто и в родном МГУ? А вот, кстати, это достаточно интересный момент. Нет, на самом деле, все в основном говорят, что, значит, ну, если мы сравним... Ну, я говорю, я рассматриваю ситуацию с позиции полезника, да, то есть, если мы сравниваем геологоразведочные институты МГУ, все всегда говорили про то, что МГУ слишком фундаментальное научное образование, что из нас там готовят, соответственно, ученых, то есть, никто там практических навыков не имеет, значит, то есть, и правда, и правда, и правда. На самом деле, сейчас, в общем-то, основная предпосылка, скажем так, к тому, чтобы я создал, собственно, этот курс, который, ну, сейчас преподаю, на самом деле, она как раз и заключалась в том, что в моем понимании в университете Торонто не существует вообще, в принципе, практических курсов по, допустим, оценке, разведке. То есть, в большом счете, когда я заканчивал МГУ в 2010-м, даже тогда, в принципе, да, нас, конечно, учили достаточно, ну, скажем так, советской модели подсчета запасов, то есть, это все было там, условно, в 2D, условно. Но, помимо этого, у нас также были полноценные курсы в 3D, значит, по геостатистике были курсы тоже, то есть, там, Юрий Александрович Мавлютин нам преподавал тогда. И, в принципе, то есть, по большому счету, даже если бы ты выпустился в магистратуре, допустим, МГУ по Полеске, ну, вот, может быть, ты, конечно, не имел таких 100% практических навыков, как что-то сделать, но, по крайней мере, ты знал, что есть что, да, то есть, когда тебе говорили, там, слово в реаграмму, ты не корчил удивленное лицо. Проблема заключается в том, что, вот, например, в UFT, собственно, я когда выяснил, когда пообщался с студентами, моя основная мотивация в том, чтобы создать этот курс, она была в том, что у них, в принципе, не существует никаких практических навыков, то есть, люди, в принципе, даже не очень хорошо представляют, как проводить разведку, то есть, они не знают, что такое категория ресурсов, они не знают, как оценивать месторождение, даже с теоретической точки зрения, поэтому, ну, то есть, я бы сказал, что с практической точки зрения, да, то есть, ну, понимаешь, ты никогда не ожидаешь этого университетского образования, что ты придешь, сядешь и начнешь работать, но, по крайней мере, ты будешь знать, как это все происходит, более-менее, то есть, какие-то базы ты будешь знать. Вот я могу сказать, что, вот, по крайней мере, когда я выпускался, в МГУ эта база была, а вот в UFT ее сейчас нет, то есть, из них готовят хороших научных работников, да, то есть, с точки зрения фундаментальной науки, думаю, все нормально. И моя также, опять же, личное впечатление, что, конечно, учебная нагрузка, когда мы обучались, у нас была гораздо мощнее, то есть, я, ну, то есть, мои ребята, по крайней мере, они не настолько нагружены, как были нагружены мы все время. То есть, я не знаю, связан ли с этим какой-то страновой компонент, связан с этим какой-то, значит, может быть, временной компонент, потому что все-таки уже прошло 10 лет в этих правах. Я не знаю, как сейчас преподается на МГУ, но, по крайней мере, вот, если я говорю свой личный опыт, мне кажется, что это именно так. Саша, почему так, почему не наука? И папа, и мама у тебя занимались наукой. Мама активно до сих пор ездит на конференцию, на серьезной конференции. Вот, почему ты решил не заниматься наукой? Ну, вот, диалог, который я с своими родителями вел на протяжении всей своей жизни. Ну, существует две основные причины. Значит, первая заключается в том, что, во-первых, я человек очень практического склада ума, то есть, я не люблю умозрительное построение, не люблю большое количество индуктивных обобщений, и мне тяжело делать большое количество выводов на очень небольшом количестве информации, и потом дискутировать с коллегами на, скажем так, то есть, которые сделали какие-то другие выводы из этой же самой информации. Ну, это первое. А вторая причина, она гораздо более прозаическая, это просто низкий уровень оплаты фундаментальной науки в России. Вот и все. То есть, если бы я, скажем так, был вырос и воспитан, возможно, в каком-то более западном обществе, возможно, та же самая Канада, Штаты, UK, может быть, Австралия и прочее, возможно, я бы выбрал научный путь тоже. Хотя, исходя из того, что я знаю, на самом деле, здесь наука тоже, она очень сильно бюрократизирована и, по большому счету, превращается в гонку за финансирование. То есть, она, ну, скажем так, административный компонент в ней достаточно большой. Я, например, сравниваю, допустим, в своей собственной работе, скажем так, процент креативной работы, которую я совершаю по сравнению с процентом административной работы, с которой мне приходится сталкиваться. И думаю, что эта пропорция составляет примерно 70-30, в то время как, я думаю, в любом научном институте это может быть ближе к 50 на 50, может быть, даже хуже. Но поэтому, собственно, вот, да, как ни странно, практическое приложение, особенно вот в той области, в которой я работаю, она имеет... Дает больше творчества, да? Ну, скажем так, да. У меня по ощущению просто это так и получается. То есть, по крайней мере, я могу просто сказать, что в значительной степени оценка месторождения, ее интерпретация, то есть, каким образом ты... Ну, это работа и этот процесс, он имеет значительно большую творческую компоненту, чем может показаться на самом деле. Интересно. Слушай, ну, геолог... Расскажи про поля. Любовь к геологу, конечно, спрашивает об интересных полях. И они у тебя наверняка были. На самом деле, поскольку... Ну, я работаю в оценке ресурсов, да, то есть, по большому счету, обычно наше посещение месторождений, оно сводится к, там, нескольким дням, по большому счету, и обычно это уже достаточно детальная область разведки, то есть, в принципе, эти поля зачастую бывают не очень интересные. Но это просто бывают очень интересные места, то есть, и ты, поскольку работаешь, если работаешь в консалтинге, ты на самом деле даже не знаешь, что тебе предстоит зачастую. То есть, например, неделю назад я узнал, что на следующей неделе я лечу в Китай. Ну, вот. Так, в принципе, из интересных полей в свое время, когда я был в 2009-м еще в Байрике, мне устроили такую небольшую практику шестинедельную в Папу-Новой Гвинеи. Ого. И несмотря на то, что звучит это достаточно романтично и интересно, это было, на самом деле, одно из самых ужасных и тяжелых полей, которые были в моей жизни. То есть, это была ранняя стадия, значит, поисков, это была геохимическая съемка, то есть, по большому счету, это сводится к тому, что ты выкапываешь яму, из нее отбираешь там 5-6 килограмм почвы, и потом эти там, ну, хорошо, может, не 5-6 килограмм, там, 1-2 килограмма, потом эти 1-2 килограмма, там, несколько проб, ну, может быть, в совокупности 10 проб, то есть 10-15 килограмм, ты благополучно тащишь в лагерь. Но все это выполняется в джунглях при плюс 40-й жаре с 100-процентной влажностью и по таким горам, на которые просто можно очень легко переломать ноги. То есть, в принципе, это было достаточно тяжелое поле. Но так, конечно, это интересно все равно работа, потому что количество мест, в которых ты побывал, оно достаточно большое. То есть, сразу на умный прям приходит. Я уже там за несколько лет был в Аляске, например. Часто бывал в Латинской Америке, это был в Торонтовской периоде. Когда в России работал, я тоже был в Саркей, я с Аркей работал, я был в Найфрильске, в Благовещенске. То есть, ну, да, интересно, конечно. Саш, а что бы ты посоветовал? И вот что ты советуешь сейчас своим канадским студентам? И, может быть, что ты посоветуешь молодым ребятам в России в плане карьеры, построения интересной, да, трудоустройства? Ну, тут, на самом деле, надо просто понять, о ком мы говорим. Если мы говорим о студентах, которые уже связаны каким-то образом в геологии... Давай разделим, да. То, что я студентам своим говорю всегда, на самом деле, предлагайте работать бесплатно, потому что, в действительности, если вы поставите себя на место работодателя, ответить на вопрос, зачем вам нужно платить, это очень тяжело. То есть, по большому счету, человек приходит без каких-то практических навыков, которые может продать, и, соответственно, ожидает, что за это могут платить деньги. Нет, странно. На самом деле, это очень хорошая вещь, она очень хорошо работает, ты практически учишься бесплатно и учишься за опыт. То есть, и это достаточно хорошо, на самом деле, то есть, в принципе. И стараться... Ну, естественно, конечно, надо расширять свой кругозор, не только с точки зрения, если мы говорим, допустим, про российских студентов, существует еще весь мир вокруг, то есть, в принципе, стоит расширять свой кругозор о том, как то, чем вы занимаетесь конкретно, ваши методы, ваши направления исследования или направления практической деятельности, как это делается вообще в мире, то есть, какие есть плюсы и минусы во всем. То есть, и, соответственно, нужно не зацикливаться, скажем так, вот в пределах своего какого-то набора знаний, а стараться просто охватить как можно более широкий. То есть, ездить на международные конференции, если в науке, то есть, получить, может быть, какое-то разное такое устройство в разных точках планеты, чтобы иметь представление о том, как то, что вам интересно, осуществляется во всем мире. Но для этого, естественно, нужно знать язык. То есть, английский это совершенно точно сразу, в принципе, ну, испанский тоже, в принципе, подойдет, но английский это, конечно, главный язык в этом плане. Как говоришь на испанском, да? Ну, я чуть-чуть начал учить, на самом деле у нас много испаноговорящих коллег. На самом деле, изучение языка хорошо разрывает голову, то есть, я выяснил, в принципе, то есть, как хобби это вполне себе оправдывает. Да, да. Так что, а если, ну да, да, а если мы говорим про совсем молодых студентов, которые еще не знают, определились ли они правильно с карьерой или нет, это, конечно, тут совет будет просто, что надо постараться по максимуму себе не врать. То есть, если вы, допустим, выбрали для себя инженерную специализацию, а все, что вы хотите, допустим, например, рисовать комиксы, ну, к примеру, то что-то явно не так, на самом деле. То есть, и чем дальше вы будете развиваться в одном направлении, тем сложнее будет осуществить переход в нужном направлении. Поэтому, ну, это скорее такой более жизненный совет, на самом деле, потому что, скажем так, несоответствие того, что ты хочешь делать тому, что ты делаешь, оно со временем, если оно существует, оно со временем будет только нарастать. То есть, к примеру, мне, например, всегда было интересно моделирование, всякие вот такие вещи, при этом практическая экономика. То есть я, в принципе, с большим удовольствием, в общем-то, занимаюсь тем, что я занимаюсь. Но я знаю другие примеры, когда люди выбирали специальность, которая не соответствует, и потом очень сильно накалывались там в 40-летнем возрасте, когда уже слишком поздно что-то менять. — Саша, скажи, пожалуйста, остоял ли перед тобой выбор твердой полезной ископаемой или горючей полезной ископаемой? — Да, остоял, конечно. На самом деле я попал на эту большую волну хайпа, когда поступал. Помнишь, когда... Ты же на сколько? Ты же на... — На курс тебя, да. — Ну, соответственно, да, у тебя уже, получается, тоже была эта волна хайпа, когда все были, помнишь, это расхайпованное время, когда нефть была на высока, все хотели быть горючниками и так далее. Но это простой здравый смысл, понимаешь? Твердый полезный ископаемый — это все, кроме нефти. То есть, когда у тебя проваливается, на самом деле, золото, допустим, ты можешь переключиться на мете. Если у тебя проваливается, допустим, уран, к примеру, если ты работаешь в уран, ты можешь переключиться на что-то другое. — Скажешь, слушательно, что речь идет о цене, да? Ты же сейчас говоришь о цене. — Ну, я условно, да, да. То есть, ну, это же просто все связанные вещи. Когда проваливается, допустим, цена по урану, огромное количество урановых компаний, они сокращают штат, люди теряют работу и так далее. Но если ты, допустим, зависишь только от одного коммодити, то есть, от одного полезного ископаемого, допустим, от нефти, когда она проваливается, люди массово теряют работу, и ты ничего сделать не можешь. Я буквально, ну, поскольку я как бы вращаюсь сейчас в студенческой среде, у меня вот один из моих, скажем так, слушателей, он достаточно уже взрослый молодой человек, ему уже, по-моему, 33 или 34, у него как раз вот эта вот проблема сейчас, как ты говоришь, он специализировался, ну, на, господи, на нефти и работал, по-моему, значительно, там, несколько восемь, по-моему, или девять лет то ли в шлюмбирже, то ли где-то еще, и потом, когда вот пошло это сокращение, когда нефть упала, он потерял работу, и сейчас он в панике, короче, вот пытается переквалифицироваться в твердые полезные ископаемые. — Какой мой твой курс? — Да, а поскольку рудный генезис, понимаешь, твердых полезных ископаемых, он фундаментальный, ну, то есть, достаточно, ну, он достаточно сильно отличается, на самом деле, от нефти, да, то есть, он, конечно, имеет свою специфику, то есть, это, скажем так, просто твоя, если ты специализируешься на полезных ископаемых, то повышает степень твоей устойчивости, по большому счету, ну, к перипетиям экономического мира, скажем так. И вот он сейчас тоже, вот он потерял работу, и сейчас вот пытается переквалифицироваться, и вот пришел ко мне, вот, соответственно, за советом, мы только недавно с ним кофе пили. Ну, я даже, честно говоря, не знал, что посоветовать, потому что, ну, сам понимаешь, человек уже 33-34, у него полноценное образование в области горючки, а в горючке, допустим, ему тяжело сейчас найти работу, видишь, и переучиваться на полезника, ну, это не так просто, как кажется, на самом деле, тем более принимая внимание его возраст и потеря времени, то есть, зачастую тяжело нанимать, понимаешь, там, на джуниорскую, на маленькую позицию, на самую базовую позицию человека, которому там за 30-35 лет, потому что это уже странно получается. То есть, нужно как-то повышать степень своей устойчивости в этом плане, и твердое полезное ископаемое в этом плане определенно более надежно, чем нефть. Она просто расторевана была, и много денег было, поэтому все туда ломанулись. Помнишь, это еще тоже был момент, когда все ломанулись в экономию? Сейчас у нас огромное количество экономистов, широкопрофильных, которые тоже не могут найти работу. Да, было дело, когда мы поступали как раз. Саш, спасибо тебе большое за интервью. Да, без проблем, пожалуйста, конечно. Всегда. Удачи в Китае, и давай. Пока. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok